Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители! В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Мария Сунхалырова и Николай Слепцов. На календаре сегодня 24 апреля, среда. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим здоровью. Так, в ближайшие 20 минут мы поговорим о здоровье глаз, а после затронем тему созависимости при алкоголизме. Так что, если у вас есть вопросы врачу-офтальмологу и врачу-наркологу, смело звоните нам в студию, задавайте их. Наши телефоны в студии прежние 320066-321166. И у нас работает WhatsApp номер плюс 7-411-232-0066. Мы работаем в прямом эфире. Мы принимаем душ каждый день, утром и вечером. Чистим зубы, моем голову. Это привычная гигиена для нас, без которой мы не можем представить свою жизнь. Глаза тоже нуждаются в ежедневном уходе, чтобы быть ясными и здоровыми. Им тоже нужна гигиена, гигиена зрения. Офтальмологи рекомендуют соблюдать несложные правила, которые помогут сохранить здоровье глаз и предотвратить патологические процессы в органе зрения. О гигиене зрения и о здоровье глаз сегодня в нашей студии мы поговорим с Надеждой Шаноевой, врачом-офтальмологом Якутской республиканской офтальмологической больницы. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. И для начала скажите, что такое гигиена глаз? Гигиена глаз. Во-первых, хотелось бы затронуть о том, какие нужно делать профилактические меры. Да, вообще, что изначально гигиена глаз, если нарушаются какие-либо гигиенические нормы, то тогда происходят у нас, во-первых, это все воспалительные процессы, связанные в переднем отрезке, это блефориты, это конъюнктивиты, что первым делом нужно... То есть, говоря простым языком, гигиена глаз означает ли то, что нельзя трогать глаза грязными руками? Да. Копаться в них, снимать линзы, если ты их носишь тоже, опять же, не помыв руки. Мы говорим прежде всего об этом, да? Да. Во-первых, что это за заболевание? Да, это конъюнктивит. Конъюнктивит – это что? Это у нас воспаление конъюнктивы, поверхностной оболочки глаз. Конъюнктивиты у нас бывают различных происхождений. Это аллергические, да, это инфекционные, вирусные. И вот если говорить про грязные руки, то основная причина – это вот нарушение как раз правил гигиены, да, в отношении мытья рук. Если, например, у нас в семье кто-то болен, то обязательно нужно выделить отдельные полотенца, да, чтобы не заразиться. При аллергическом конъюнктивите это, конечно, не находиться поблизости с аллергеном, исключить попадание на слизистую. Для девушек особенно, например, это косметика, да, у нас не следует пользоваться общей тушью, тенями, кисточками. Да, то есть правила гигиены лично для каждого отдельно. Откуда появляется вообще конъюнктивит? Каким образом можно заразиться? Ну, вы сказали, вот аллергия, да, но это понятно. А вот инфекционная, бактериальная – это вот откуда? Ну, то есть инфекционная, бактериальная – что это такое? То есть наша флора, да, если мы, предположим, грязными руками затронем наши именно ресницы, да, ресницы, рядом расположены железы, железы вырабатывают секрет. Тем самым, соответственно, идет закупорка самого этого протока, идет воспаление. Это воспаление – это вот именно инфекционный агент, который попадает в общую именно вот эту секреторную, да, жидкость, и тем самым идет воспаление протоков. Это может возвращаться как блефоритами, если присоединяется уже и слизистая оболочка, то есть конъюнктива, то уже конъюнктивит. Ну, и, соответственно, все это идет и разрастается. Здесь только различие в том, что бактериально – это вот у нас как раз, что я говорила, грязные руки, да, если это вирусно, это в основном бывает после острых и респираторных именно вирусных заболеваний, как последствия от них. Ну, а аллергический – это уже именно с аллергиями. А что может вызвать, какой аллерген может вызвать конъюнктивит? В основном аллерген что? Это пыльца, да, это в межсезонье, в период цветения, да, пыльца, тополиный пух, да, это также шерсть животных тоже может вызвать, да. У кого-то аллергия может вызвать именно какое-либо косметологическое средство. То есть здесь уже именно сама резистентность, да, пациента, то есть это всё сугубо индивидуально. Ну, в основном, в большинстве случаев это вот именно экзогенные факторы, то есть это природные какие-то вот… Я вас поняла. Вот вы затронули общие кисточки, общие вот ватные диски и прочее, да, тоже для ресниц. А вот по поводу нарощенных ресниц, вредят ли они глазам? Ну, вообще нарощенные ресницы, я думаю, что сейчас в современном мире достаточно все вот эти вот, как сказать, ресницы, клей, проходят свой всё-таки дерматологический, автолемиологический контроль, да, и, во-вторых, это нужно вообще обращаться в специализированные, да, салоны красоты, потому что желательно делать это уже с обученными, квалифицированными специалистами и обязательно смотреть инструменты, которые проходят, они должны проходить процессы этапа стерилизации. Вот. А так само по себе это нарощенные ресницы, они не вредят, да, и единственное, что ещё, это, конечно, нужно смотреть на состав клея, потому что в основном именно химические ожоги, они вызываются именно парами формальдегида, поэтому если в составе клея, да, содержится формальдегид, ну, как я сейчас понимаю, что в современном, вот именно в эстетической, это вот лэшмейкерой, да, они сейчас в составе полностью исключили формальдегид. Но есть и те специалисты, которые смотрят, где, в каких салонах вы делаете. То есть всё-таки нужно знать, к кому мы идём, чтобы это был проверенный, да, салон. Так, вопрос такой вот. Нужно ли взрослому человеку для профилактики ходить к офтальмологу? Обязательно. Обязательно нужно ходить к офтальмологу взрослому. Вообще, изначально хотелось бы сказать, что даже если у вас нету жалоб, да, на зрение, потому что большинство пациентов к нам обращаются уже с жалобами, да, если нас не беспокоит зрение, то зачем идти к офтальмологу? Желательно, конечно, проходить скрининг, так называемую диспансеризацию после 40 лет. Да, это ежегодно желательно проходить, если даже у вас отсутствует жалоб. Доктор смотрит изначально, тем более для пациентов, у кого в роду состоят родственники на диспансерном учёте по глоукоме, да, то это обязательно скрининг именно по наследственной предрасположенности, например, глоукомы, это измерение внутриглазного давления, и на основании которого уже доктор смотрев будет говорить вам дальнейшие какие-то тактики введения вас. Поэтому обязательно. А вот, кстати, насчёт наследственности, если у родителей была миопия, да, минус, то всегда обязательно ли у ребёнка тоже будет обвыкновение? В большинстве случаев именно наследственный фактор развития близорукости практически процентов 60, что у ребёнка будет именно предрасположенность близорукости. А как меняются глаза с возрастом? Меняются ли они вообще? С возрастом глаза меняются, да. У нас в нашем глазу есть такая, называемая, оптическая линза. Называется это хрусталик. Когда мы рождаемся, она у нас прозрачная, и вот эта оптическая линза с возрастом, она начинает уплотняться и мутнеть. Это называется вот именно пресбиопия возрастная. В дальнейшем это уплотнение хрусталика минуется как катаракт. То есть со временем ваше зрение именно на близком расстоянии начнёт ухудшаться. Вот это состояние называется пресбиопией. То есть катаракта, она для каждого человека неизбежна? Да. Ой, какие печальные новости. А как можно этого избежать? Чем можно предотвратить профилактические действия? Ну, профилактических таких предотвратить именно процесс помутнения хрусталика никак нельзя. Замедлить эти процессы можно именно приёмом, своевременным приёмом витаминов, да, то есть своевременным осмотром, своевременным, как сказать, не нарушать именно следить за своим водно-солевым балансом, да, вести здоровый образ жизни, не курить, сбалансированно питаться, также одевать солнцезащитные очки обязательно, да, потому что именно с ультрафиолетовой защитой от солнца, да, когда в период яркого солнца. Вот. Если эти рекомендации соблюдать, то таких выраженных грубых изменений в раннем возрасте оно не будет наблюдаться. Но катарактальный процесс, он неизбежен. В любом случае, просто здесь процесс именно проявления у каждого индивидуально. Кого-то это проявляется и в 40 лет, у кого-то и после 45 лет, у кого-то и после 50. А как проявляется катаракт? Это ухудшается зрение, да? Именно, да. Вы просто будете замечать, что на близком расстоянии вы замечаете, просто видите похуже. А далеко? Далеко вы видите хорошо. А это не дальнозоркость? Это другое, да? Нет, дальнозоркость есть понятие возрастной дальнозоркости. Вот если говорить народным языком, возрастная дальнозоркость – это пресбиопия. А есть понятие, когда мы рождаемся уже с дальнозоркостью, с близорукостью, да? То есть что такое дальнозоркость? Дальнозоркость – это когда пациент на дальнем расстоянии видит хорошо, но близи… Близко – плохо. Да, да. А близорукость – это когда наоборот, да, он видит вдаль хуже, но на близком расстоянии. И здесь ещё зависит от строения самого глаза, да? То есть при близоруком пациенте у него глаз немного вытянутой формы. Вот, потому что преломляющий луч происходит перед сетчаткой изображения. То есть здесь чисто вот эти аккомодационные такие изменения, которые уже именно с рождением. То есть невозрастные проявления. А, понятно. Срождённые, получается, да? А что такое глаукома? Глаукома. Ну, во-первых, глаукома – это атрофия зрительного нерва, которая приводит к повышению внутриглазного давления, и тем самым происходит снижение зрения, и в дальнейшем может даже привести к слепоте. Глаукома – достаточно коварное заболевание, и в данный момент глаукома занимает первое место у нас по республике. Почему? Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, что это всё-таки позднее обращение пациентов. Пациенты уже приходят к нам, вот именно в нашу больницу, обращаются уже в большинстве случаев с далеко зашедшей стадией. Потому что на начальных стадиях здесь абсолютно отсутствуют жалобы. Пациент может видеть 100%. И здесь важен именно скрининг. То есть о том, что я и говорила, что после 40 лет желательно всё-таки обратиться к офтальмологу, даже если у вас нет жалоб. Для того, чтобы, если у вас есть в роду предрасположенность к глаукоме, то желательно показаться к окулисту. И уже окулист при осмотре он выявит, есть ли у вас предрасположенность, есть ли какие-то глаукомные проявления, и что дальше, как вести вас. А первичные какие симптомы, вот как можно угадать, начинается это коварное заболевание или ещё нет? Человек может сам это понять? Ну вот если это на начальных этапах, это очень сложно. В редких случаях это могут быть частичные болевые ощущения в виде сжимающих болей. То есть это повышение внутриглазного давления. Если идёт снижение зрения, снижение зрения именно начинается с периферического зрения. То есть пациент почему обращается позже? Потому что он видит 100% центром, но периферическое зрение снижается. И здесь появляется именно трубчатое зрение. То есть прогрессирование глаукома начинается именно с носовой части и сужается поля зрения. То есть практически при 3-4 стадии, это уже далеко зашедшие терминальные, то есть там уже идёт практически вот такое трубчатое снижение. Но при этом пациент может видеть 100%. То есть, грубо говоря, это боковое зрение вы имеете в виду? То есть на это нужно обратить внимание. А как-то тоже можно предотвратить глаукому? Может, капли, витамины, что-то такое? Вот по глаукоме, да, вообще предотвратить, если это предрасположенность, предотвратить нет. Но ранняя диагностика необходима. Если вам уже диагностировали диагноз глаукома, то здесь это подбор гипотензивных препаратов непосредственно, да, врачом. На основании всего обследования это лазерное лечение, да, закрытоугольные, смешноугольные глаукомы. И если некомпенсированное давление, то это уже хирургическое вмешательство. Надежда, вы неоднократно говорили про внутриглазное давление. Что это такое? И есть ли какая-нибудь связь с нашим артериальным давлением? Связь с артериальным давлением практически здесь отсутствует. Что такое вообще внутриглазное давление, да? В нашем глазу, если его разделить, у нас есть передняя часть глаза и задняя часть глаза. Вот в передней части глаза у нас есть такая структура, называется целярное тело. Целярное тело, её основная задача – это выработка внутриглазной жидкости. В нашем глазу циркулирует внутриглазная жидкость. Вот внутриглазная жидкость, то есть целярное тело вырабатывает внутриглазную жидкость. Далее есть такая у нас дренирующая система, да? Вот дренажная система, она начинает какой-то своего рода сбой производить, да? То есть вот в чём иглоукома заключается. Дренажная система даёт сбой, и внутриглазная жидкость, соответственно, нарушается её отток. Тем самым приводит к повышению внутриглазного давления. Факторов очень много, поэтому это всё индивидуально. И за ним тоже нужно следить. Так, у нас поступил в WhatsApp вопрос, как влияет сахарный диабет на зрение, спрашивают. Ну, вообще, что вот именно осложнение сахарного диабета, да? Он что делает? Он изменяет стенку сосудов, да? Именно сетчатки. Это называется диабетическая ретинопатия. Сосуды, сетчатки, они при этом, заболевания становятся ломкими, проницаемыми, нарушается их эластичность. Тем самым у нас приводит к чему? К кровоизлиянию. Вот диабетическая ретинопатия, она развивается вообще постепенно. Даже в основном начальной стадии, также они абсолютно неощутимы для пациента. Если у вас вот уже выставлен диагноз сахарный диабет, то независимо от того, что нарушено воззрение или нет, то необходимо посещать окулиста, офтальмолога не меньше двух раз в год. И также при осмотре глазного дна непосредственно уже офтальмолог видит какие-либо диабетические начальные нарушения и ставит уже на контроль этого пациента. Если идут какие-то серьёзные пролиферативные изменения, то здесь уже вмешательство также лазерной хирургии, да, это коагуляция именно вот этих вот пролиферированных сосудов, либо уже хирургическое вмешательство, то есть эвтериальной хирургии. Друзья, не забывайте, мы работаем в прямом эфире, вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы врачу-офтальмологу или писать на WhatsApp номер и также задавать свои вопросы. Надежда, а может ли близорукость с годами превратиться в плюс? Или это не обязательно? Близорукость с годами превратиться в плюс не может. Опять же, это за счёт того, что, как я говорила, вот именно сам процесс помутнения хрусталика, да, катарактальный процесс. Если, предположим, у пациента, единственное, что может на близком расстоянии, у пациента минус немного начинать уменьшаться за счёт того, что хрусталик начнёт мутнить, да, уплотняться в своей структуре, тем самым у пациента начинается именно вот этот процесс снижения аккомодационной функции, тогда минус начнёт понемножку уменьшаться. Но полностью уменьшиться в плюс он не может. А есть же такие люди, которые носят двойные очки и для зрения, и для дали. То есть у них одновременно и плюс, и минус. Да, есть такие пациенты, это называется пациент с анизометропией. То есть когда пациенты могут фокусировать на разных расстояниях, да, то есть и вдаль, и вблизь они нуждаются, то есть у них здесь расфокусировка идёт наоборот. Это уже не содружественно именно с близорукостью. Ладно, эту тему мы затронем, я думаю, чуть позже. А помогает ли гимнастика для глаз для улучшения зрения? Ну, может быть, не обязательно для взрослого человека. Мне кажется, взрослому человеку здесь уже не поможет, да? А вот для детей – да. Да, конечно, гимнастика для глаз – это вообще именно больше направлено, скорее всего, для детей. Для детишек и для детей мы говорим всегда мамам, когда приходят к нам именно на детский приём, что обязательно для близоруких пациентов именно давать нагрузку глазу, именно мышечную нагрузку. Гимнастика глаз – это что? Это улучшение кровотока, да? Тем самым мы разгружаем мышцы глаза, и, грубо говоря, пациент, как сказать, даёт именно вот… Как бы вам объяснить такое слово забыла? Продолжить тему. Как много должен ребёнок сидеть за компьютером и за гаджетом? Давайте напомним нашим слушателям, телезрителям, на каком расстоянии должен находиться гаджет перед глазами. Так, ну, по поводу вообще устройств, да, гаджетов. У нас, конечно, сейчас в большом количестве все практически работают за компьютером, да. Как и говорила, что есть свои определённые какие-то нюансы, и я хочу предложить вам всё-таки несколько изменений в использовании ваших устройств. Например, это что? Убедитесь, что… Так, у нас, к сожалению, остаётся мало времени. Я думаю, мы продолжим с вами в другое время, а через несколько минут мы продолжим нашу… Добрый день, друзья, ещё раз. Программа «Якутск. Сегодня» продолжает свою работу. И телефон в студии у нас прежний. Мы работаем в прямом эфире. 32 0066 32 1166. И у нас работает WhatsApp номер. Плюс 7 411 232 0066. Тема офтальмолога у нас, к сожалению, уже не продолжится. Мы поговорим об этом в следующих выпусках. А сейчас будем говорить о созависимости при алкоголизме. Семьи, в которых проживает алкозависимый, не бывают здоровыми. Сильнее всего страдают жена и дети больного. Одни женщины сразу уходят в поисках лучшей жизни, а другие испытывают желание спасти мужа любой ценой. Существует даже такой термин – синдром жены-алкоголика. Что это такое и как от него избавиться, об этом нам расскажет врач-психиатр-нарколог якутского республиканского наркологического диспансера Светлана Шемякина. Светлана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите для начала, чем отличается зависимость от созависимости и, может быть, даже привыкание? В принципе, если говорить простыми словами, созависимость и зависимость, в то же время и привыкание – это фактически одно и то же. Чем отличается созависимость? Единственное, от зависимости то, что созависимость происходит – это зависимость к какому-либо человеку, а зависимость – это от какого-то психоактивного вещества, включая алкоголь, наркотические вещества, токсикомания и так далее. Ну и привычка, в принципе, это уже, конечно, не патологическое состояние, в отличие от зависимости и созависимости, потому что созависимость и зависимость – это всё-таки патологическое состояние, которое влечёт за собой, ещё раз повторяю простыми словами, это когда человек полностью себя отдаёт, либо в жизнь человека входит, за него делает всё, старается показать, что он живёт в этой жизни, что он пытается заменить жизнь человека своей жизнью. Вот так можно сказать. И этим делает и свою жизнь не очень хорошей, потому что в конце концов приводит к различным последствиям. И жизнь человека, которую он пытается изменить, тоже приводит к не очень хорошим последствиям. Но мы к созависимости сейчас ещё вернёмся. А привычка или привыкание – это всё-таки такой термин, что он может включать. Привычка у нас может ко всему, к чему угодно быть. К сигаретам, к алкоголю, к наркотическим веществам, к другому человеку тоже может фактически быть. Или мы что-то привычное постоянно делаем, зарядку, например. Это тоже привычка. В принципе, привычка, можно сказать, что она бывает как хорошая, так и плохая. Это, в принципе, не патологическое состояние, в отличие от созависимости и зависимости. А теперь вкратце тот вопрос, как жена алкогольца. Как я говорила ранее, человек, который хочет всеми способами спасти этого человека, это называется синдром жены алкоголя. Да, но это такой термин народный, да. И чаще всего любая женщина, так как нас всё-таки воспитывают родители правильно, да, что жена должна следить, она очаг. Она должна следить за бытом в доме, за своими детьми, за своим мужем. И волей-неволей любая женщина, она сначала появляется привычка, а потом, я думаю, всё-таки у каждой женщины какая-то созависимость всё-таки имеется. Она начинает делать обычные привычные дела, и вторая наша половинка мужья, да, или наши дети уже привыкают к тому, что мама или жена что-то за него делает. Но это, в принципе, не скажу, что плохо. Гораздо плохо, когда это развивается на самом деле уже созависимость, когда человек, вторая половинка употребляет какие-либо психоактивные вещества. А мы, жены или мамы, к сожалению, этому способствуем. Мы стараемся как-то их уберечь от этого, стараемся... Вот кто-то приводит в больницу, да, помогите, спасите, мы кладём человека, он проходит лечение, но когда он возвращается обратно, мы стараемся говорить, ой, ты вот это вот не делай, ты там вот туда-то не ходи, ну, то есть как-то стараемся оберегать. И вот это вот бережное отношение, к сожалению, уходит в не очень хорошее состояние, и человек уже просто-напросто, смотря, что за него всё делают, он уже просто-напросто, простыми словами сказать, наглеет. То есть вот это оберегание, это как способствует? Это, конечно, потому что вот есть ещё вот спрашивают очень часто, чем отличается, ну, это же любовь, чем отличается любовь от созависимости? Я считаю так, ну, это лично моё мнение как врача-нарколога и как женщины, да, и как человека, любовь – это когда отношения равноправные. То есть вы, любя что-то делаете для него, в ответ вы тоже получаете внимание, заботу, ласку. Пусть он даже не говорит об этом словами, да, пусть он там не делает, с неба не достаёт вам звёзды и луну, но он делает такие поступки, которые вам приятны, да? Там даже просто мелочи, встретить вас с работы, сготовить ужин или убраться дома, там, подарить свицы. А при созависимости это одностороннее, да? А это одностороннее, конечно. То есть, ну, возьмём жену, да, потому что чаще всего подвержены созависимости как раз жёны и матери. Мама оберегает своего ребёнка, да, а жёны повторяют, как бы, поступки мам. Вот. Она начинает за него, там, я не знаю, ну, фактически делать всё. И иногда даже делая так, что, ну, как в итоге получается так, что человек, который должен делать всё сам, за него делает жена. Да. И тут две, как бы, два минуса, потому что человек, за которого делают, он уже привыкает и фактически наглеет, да? То есть, вот она говорит, вот тебе там нельзя, ты вот только пролечился, ты туда-сюда не ходи, там, этого не делай, с друзьями не встречайся. А как вести тогда себя? Ну, я, например, считаю так, что вот человек, если пришёл из больницы, вот чаще всего, да, бывает, очень часто же бывают как раз такие ситуации, когда приходит, не надо кричать, не надо ругаться. Я думаю, что сначала надо сесть и поговорить с этим человеком, ну, то есть со своим мужем, да. Вот ты прошёл лечение, ты понимаешь прекрасно, что ты зависим от, ну, например, от алкоголя. Возьмём самое лёгкое, не будем наркотики трогать, да, там совершенно иные моменты. Давай как-то обсудим, у нас с тобой семья, у нас с тобой, например, там, дети, да. Ты видишь прекрасно, что дети это видят, видят наши скандалы, потому что они в любом случае всё равно возникают. Они видят твои уходы, и потом это всё повторится. Ты же не хочешь, чтобы наши дети совершали такие же ошибки. Я думаю, что вот это вот надо обсудить. Как ты думаешь, если чувствуешь, что всё-таки не прошло, ещё зависим дальше, то когда вот это чувство возникает, потому что алкоголизм – это всё-таки прогридентное заболевание, и оно либо человек постоянно пьёт, да, то есть постоянное пьянство, но чаще всего это бывает как с запоями, то есть человек пропил какое-то время, и потом в зависимости от различных факторов, от различных причин он начинает опять употреблять. И чаще всего фактор семейный, либо на работе. То есть у человека получается что-то либо на работе нехорошее или не получается, но чаще всего всё-таки дома, когда жена поругала, когда жена что-то не так сделала. Вот поэтому надо разговаривать, надо расставить, что должен делать ты, всё-таки какие-то мужские обязанности, что должна делать жена, что вы должны делать совместно. И правильно разговаривать, правильно поставить позиции всё-таки свою и своего супруга, я считаю, что это очень сильно помогает. Конечно, есть люди, которые уже на третьей стадии, там, деградация идёт, и с ним уже невозможно разговаривать. Здесь, конечно, совершенно другие моменты. Но на начальных стадиях, когда начинает человек злоупотреблять, или вот когда уже начинаются запои, вплоть доходящие до психоза, потому что в этом состоянии тоже поступают очень часто в стационар наркологии, я считаю, что нужно всё-таки разговаривать, а не идти на поводу у своего мужа. У вас же тоже есть какие-то чувства, у вас есть какие-то обязанности, у вас есть своё какое-то мнение. Очень часто женщины это всё подавляют и держат в себе. И в итоге что происходит? Накапливается, все эмоции копятся внутри, в итоге приводят к депрессии и очень часто к суицидальным попыткам, либо к суицидальным мыслям. Ужон, конечно же. То есть тот, кто становится созависимым, чаще всего... А женщины у нас подвержены депрессивным состояниям, мы же всё-таки нежные и цветы. А причины созависимости в таком случае какие? Неужели не любовь? Ну, вы знаете, причин на самом деле очень много. У каждой семьи, наверное, своя найдётся причина, но чаще всего подвергаются женщины, которые в доме воспитывались как раз грубым отношением к девочке. Потому что в первую очередь мама, конечно, это мама, она любит сыновей и любит дочерей, но отношения папы и дочки должны... И вот я всегда говорю, отношения папы и дочки, они должны быть на высшем уровне. То есть папа всегда должен дочку... Да, она должна быть хозяйкой, да, она должна быть хорошей мамой, но он всегда тоже должен вести такие... Не наказывать, не говорить, что она там должна как-то или не должна. То есть нужно правильно воспитывать своего ребёнка, особенно девочек, чтобы они, выходя замуж, не чувствовали себя как бы ниже, да, по уровню. А на равноправие... Вы же выходите замуж, вы же любите, за что-то друг друга полюбили, за то, что он такой хороший, ты такая хорошая, да. И в конце концов вот это равноправие, оно должно сохраняться. И обязанности по домашним, даже по бытовым каким-то вопросам должны решаться на уровне обоих родителей. Потому что я считаю, что даже помыть посуду или полы мужчина тоже может. Потому что женщина тоже работает. Сейчас женщина работает даже больше, чем мужчина. И больше заработать. Конечно. И воспитание детей, конечно же, должно делиться пополам. Потому что то, что даст мама, не даст папа. Но то, что может дать отец, мать никогда не даст. А вы согласны, кстати, с мнением психологов, что люди выбирают себе в партнёры по модели родителей? То есть если у девочки в нашем случае отец был таким жёстким, может быть, даже пил тоже, то её муж, возможно, будет таким же? Вы знаете, если честно, да. И у меня есть очень много примеров. И примеры эти достаточно такие близкие, где как раз, да, вы совершенно правы. И я вот, воспитывая дочь, тоже бы хотела, чтобы она всё-таки выбирала уже не... Хотя я не скажу, что у нас плохой папа, но тем не менее, есть моменты, да. Мне бы хотелось, чтобы дочка всё-таки выбрала уже по-своему, не смотря на генетику, а всё-таки выбрала то, что ей подходит. Всё равно наши дети, они немножко другие. Они лучше разбираются в людях, на самом деле. Или подростки лучше разбираются, уже как психологи готовые. Они разбираются в людях гораздо лучше, чем мы. Они выбирают совершенно иначе, потому что у них уже мировоззрение совершенно иное. И с психологами, да, я совершенно согласна. Поэтому, выходя замуж, как бы всё равно, я считаю, нужно поближе познакомиться друг с другом, понять, совместимы, несовместимы или всё-таки, да. А у нас, как чаще всего, встречаются люди, любят друг друга и фактически, да. И главное, познакомиться с его родителями, я считаю, что так. Да, конечно. А какие системы повреждаются при алкоголизме? Ну, при любом употреблении спиртных напитков, в первую очередь, конечно, страдает пищеварительная система и сосудистая система, ну, и, следовательно, дыхательная система, да. Именно если алкоголизм брать, то нарушаются функции желудка, поджелудочной железы и печени. Ну, и сосудистая, естественно, раз страдает головной мозг, страдают все сосуды и сердечно-сосудистая система. Отсюда алкогольные кардиомиопатии, отсюда психозы алкогольные, потому что нарушение идёт сосудистая система, а, следовательно, нервная система, а, следовательно, и всего остального, да. Отсюда циррозы печени, алкогольные панкреатиты, то есть страдает поджелудочная железа, алкогольные гастриты и так далее. Ну, вот самое главное, при алкоголизме именно нарушается пищеварительная система вся и сердечно-сосудистая система. Светлана Сергеевна, вот вы говорили, да, что чаще всего причиной употребления алкоголя в нашем, ну, вот мы говорим про алкоголь, да, является то, что вот жена не поддерживает, ну, и ведёт себя неправильно, начинает ругаться, кричать и так далее. И либо на работе что-то происходит, да. А ещё есть такое мнение, что пьют от переизбытка энергии. Вы с этим согласны? Ну, знаете, в принципе, я даже не знаю, тут, наверное, 50 на 50. Может быть, вот я сама по себе темпераментный человек, но если у меня некуда девать энергию, я бы, например, лучше потратила, ну, и я так и трачу, там, можно сходить в бассейн, можно сходить в лес отдохнуть. У меня есть дети, у меня есть внук, то есть я свою энергию пытаюсь как бы отдать детям, да, это тоже же замечательно, тем более от маленьких детей получаешь такой позитив, что вся усталость, иногда прихожишь с работы, вот прям руки, ноги не шевелятся. Общаясь с маленьким ребёнком, ты получаешь, как вампир от него забираешь прекраснейшую энергию, и ты чувствуешь себя великолепно. Далее, ну, на самом деле, сейчас очень много открыто фитнес-клубов. Согласны же, сейчас очень много открывается, почему бы не походить, почему бы не съездить там на рыбалку, на охоту, то есть отдохнуть. Но так, да, бывает, видимо, из-за того, что... Ну, хотя, честно скажу, чаще всего бывает как раз не от переизбытка энергии, а наоборот, когда человек уходит в депрессивное состояние, то есть чем-то недоволен, либо что-то случилось... Всё-таки какая-то негативная, да? Да, всё-таки негативная, пониженная, как бы, или там заниженная самооценка, он там не удовлетворён какой-то жизнью семейной, там, на работе и так далее. Даже просто иногда прошёлся по улице, ему кто-то сказал там несколько слов нехороших, он из-за того, что всё-таки он по темпераменту такой более ранимый, да, он, конечно же, заливает это алкоголем. А вот от переизбытка энергии, ну, на моём, например, на моей практике что-то как-то не считала, что переизбыток надо обязательно выпить. Это хорошо. А что вы скажете по поводу пивного алкоголизма? Вот пивной алкоголизм – тема достаточно такая интересная. Мы вот когда ходим по школам, по учебным учреждениям среди подростков, как раз начинаем именно с этого алкоголизма, потому что почему-то наши дети и подростки, и родители считают, что пиво – это фактически как детский напиток, да? То же самое могу сказать про энергетики, якобы безобидные энергетики. Ну, это, наверное, потом отдельно как-то тему эту поднять, потому что по энергетикам, по вейпам говорить можно много, и с каждым годом всё новое и новое узнаётся, и, к сожалению, это ведёт не очень хорошим последствиям. Считая то, что пиво – это лёгкий напиток, и фактически в кавычках детский напиток, что он ни к чему не приводит, к страшному, что я там попил пиво, к сожалению, они ошибаются. Потому что, да, пиво не приводит, в отличие от крепких алкогольных напитков, потому что мы всё равно различаем пивные алкоголики и люди, которые употребляют крепкие напитки. При пивном алкоголизме не страдает… Человек может оставаться работать всегда. У него не приводит к деградации личности, в отличие от крепких напитков. Ну и, в принципе, в обществе он не теряет, так сказать, своё лицо. В отличие от того, что люди употребляют спиртные напитки типа водки, коньяка, виски и так далее. Но всё-таки на протяжении 5-10 лет меняется внутренняя система организма. То есть, в первую очередь, как я и сказала, страдает печень, жировой гепатоз печени, который приводит к циррозу печени, то есть, к раку, и всё, человек умирает. Жировое называется сердце. Сердце тоже у нас покрывается жиром, кардиомиопатия, и сердце перестаёт работать. То есть, а внешне тоже меняются. Мужчина, я всегда говорю детям, они всегда хохочут, показывают картинки. Мужчина из мужчины превращается в женщину, потому что у него вырастают молочные железы, округляется живот, он становится как пончик, круглый, аппетитный. А женщины, наоборот, они становятся более жёсткими, они становятся похожими на мужчин, вот так скажем. То есть, у них пропадает материнская забота, у них пропадает отношение к себе, то есть, они за собой перестают следить. Ну и вот всё-таки к тому приводит очень часто, что эти женщины уходят в бродяжничество и, вот так сказать простыми словами, бомжи, да, превращаются в бомжи. А всё начиналось с пива. А всё начиналось с простого пива, да. Потому что там тоже есть стадии пивного алкоголизма, когда растёт толерантность, там поначалу кружку пива в неделю, потом больше, 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 потом человек просто уже не может без этого пива, у него настроение портится, если он не выпил пива и так далее. Что ж, огромное спасибо, Светлана Сергеевна, за интересный и полезный разговор. Я думаю, что он понадобится нашим слушателям, они примут во внимание всю ту информацию, которую сегодня услышали слушатели и телезрители. Я с вами прощаюсь, в студии работала Арина Сукуева, всего вам доброго, здоровья вам и всего хорошего.